Гарри Польский. Наш гость из Риги. Добрый вечер. Ну, мы таки почитаем с вами задар новости. И Гаррика старости. Муниципальные власти Камчатки придумали наказание для неплательщиков. В 2008 году тому, кто не платит за отопление зимой, его включат летом. Последний концерт группы Агата Кристи прошёл под девизом «Скажи наркотикам «нет», «да», «не знаю», «нужное подчеркнуть». Вчера в баре фитнес-клуба «Напрасные старания» Только женщины реагируют. Вот только они знают, что это действительно «напрасные старания». Мужики не понимают названия. Состоялись переговоры на женском уровне. Высокие стороны пришли к соглашению, что Машка коза драная, Юлька лохудра, а Брэд Питт красавчик. А на Кавказе появились гламурные фермеры. Они настолько богатые, что для стрижки овец приглашают Сергея Зверева. В 30-метровой скульптуре закончилась игра в куличики Зураба Церетели со своей внучкой. «Вчера Дженнифер Лопес заработала 300 миллионов долларов. Она нашла приключения на свою страховку». Это даже я не понимаю. А, нет, нет, все, 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 поехали. Российские врачи открыли новую болезнь – чахоточно-клаустрофобистую куриную слепоту. По словам врачей, это боязнь чихать перед слепыми курами в замкнутом пространстве. Североатлантический альянс решил провести смотр военно-воздушных сил Грузии. Прилетевшим в Тбилиси представителям НАТО в течение недели показывали фильм «Мимино». Стало известно, что одна из российских футбольных команд заплатила судье столько, что он вышел на поле в форме этой же команды. Скандальная новость из Украины. Кукушка подбросила кукушонка в прическу Юлии Тимошенко. Образная картина, честно говоря. Особняк Брюса Уиллиса в Беверли-Хиллз на 12 миллионов долларов дешевле замка Максима Галкина в деревне Черная Грязь. Потому что он на 12 тысяч километров дальше от московской окружной дороги. Рейтинг передачи «Наша Раша» вырос настолько, что лицензию на шоу приобрели другие страны. Так появились передачи «Наша СШАша», «Наша Гондураша», «Наша Хохляша» и прибалтийский вариант «Наша Тормозяша». Николай Басков был доставлен в больницу с резким приступом собственной важности. В его паспорте фотографии оказались на каждой странице. Причем с автографом. Новости спорта. Вчера сборная Финляндии по хоккею встретилась со сборной Чехии. Игра затянулась на 4 часа. Три из которых пьяные финны ржали над фамилиями Чехов. В ответ на фильм «13 друзей Эушена» в России снимается фильм «10 тысяч друзей Жириновского» на сайте «Одноклассники». Курьезный случай произошел во время футбольного матча «Россия-Таджикистан». Когда во время штрафного российские футболисты выстроили стенку, таджики не удержались и начали ее штукатурить. Производители автомобиля АК опровергли слух о том, что во время аварии их машина прячется в своего хозяина. Вчера боксера Николая Валуева сильно укачало в самолете. После чего его лицо приобрело зеленый оттенок, а сотни людей в аэропорту поверили в существование Шрека. Тяжелейшую травму головы получил пьяный прохожий, который в день ВДВ встретил десантников и, испугавшись, назвал их «Голубые ребята». И, наконец, сенсация. Недавно в странах Балтии, Латвии, Литве и Эстонии провели социологический опрос на тему «Чтобы вы закричали, наступив на грабли?». Результаты опроса показали, что все население стран Балтии русскоязычное. А теперь переходим к сказочкам. Сказочки должны быть уже адаптированы. Молодежь так не может читать сказки. Для них надо это адаптировать. Итак, сказочки. Народные, в адаптированном варианте. Со слезами на глазах Баба-Яга зарубила гусей-лебедей. Подожгла избушку на курьих ножках. В тридевятом царстве началась эпидемия птичьего гриппа. С криком «Сим-Сим, откройся!» Али Баба уже шестой день пытался войти в интернет. «Вот тебе, Иванушка, волшебная пила-дружба. И помни, когда ты спилишь 12 гектаров леса, ты должен успеть к вечерней перекличке. Вы прослушали сказку «Зонушка». Однажды карлик-нос попробовал растишку. С тех пор его стали звать Великан Шнобель. Когда у Белоснежки не ладились дела на кухне, она всегда говорила «Ничего, первый, блин, гномом». Жила-была женщина с фигурой 90-60-200. И прозвали за это Мэри Поппинс. «Доскакал Илья Муромец до камня». А на камне написано «Вы находитесь в почках у змея Горыныча». «Хлопай ресницами и взлетай!» Напевали хулиганы, откручивая от Карлсона моторчик. Жили-были дед да внучка, пока соседи в милицию не донесли. Отец говорит дочерям «Ну, дочери мои, что привезти вам из краев заморских? Мне зеркальце, мне гребешок, а мне квазифантазный дрендулятор гидрошванделя». «О, Настенька, да ты еще от аленького цветочка не отошла». Народ, в теме вообще. В теме. Причем и взрослые тоже в теме, я смотрю. «Три дня и три ночи скакал Иван-Царевич, выпив десять баночек Редбула». Сволочь бабка недолепила, негодовал Колобок в первую брачную ночь. «Да, реклама! Вы хотите увидеть сатану? Говорящего кота и понтия Пилата? Водка булгаков». Раньше я пользовался обычным порошком и белье отстирывалось плохо, но потом я попробовал необычный порошок и, о чудо, белье заговорило. «Опять в теме весь зал. Да что ж ты будешь делать, ну?» «Реклама новых подгузников. Наши подгузники впитывают до тридцати литров влаги. Ребенок остается сухим, но с места сдвинуться не может». «Но у меня напоследок всего одна реклама. Муж икает и говорит жене, нас кто-то вспоминает. Она, это Тефаль думает о нас». «Гарри Польский и Михаил Задорнов. Но это, это еще не все». «Вчера в Москве родился тысячный цыганский ребенок. Репортаж из-под окон роддома». «Ах, чё, ванэ? Ах, 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 чё, ванэ? Эсмиральда? Ах, чё, ванэ? Ну, кто?» «Мальчик». «Да нам не важно мальчик, девочка. Кто отец?» Мариша, 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 подожди, 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 подожди. Танцуй. А зачем? Ну, танцуй, тебе письмо пришло. Давай, 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 танцуй. Оп, 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 оп. Так, так, молодец. Первый раз вижу, чтобы человек так радовался, получив счет за телефон. Здорово. Здорово. Прикинь, вчера своей жене на день рождения подарил норку. Да ты че, настоящую норку? Ну да, три дня копал. Маринечка, пойдем со мной в кино. Не пойду. Пожалуйста, прошу тебя, пойдем в кино. Я сказала, не пойду. Марин, ну, 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 пойдем в кино. Я сказала, не пойду, иди один без меня. Не могу я без тебя идти, Марин. А почему, Миш? Денег у меня нет. Добрый день, уважаемые любители спорта. Мы ведем репортаж с футбольного матча Зензибар-Бурунди. Да, бурундийцам сегодня явно чего-то не хватает. Напомню, они в красных майках и желтых гетрах. А трусы? Ах, так вот чего не хватает бурундийцам. Вот, я про него тебе говорила. Не, не катит. Марина. Мачо. Чмо. Эй, красотки. Да подожди. А что ты мне на это скажешь? Оно. Эй, красотки. Что? Танцуете? Нет. Супер. Тогда сумочки, посторожите. Колян, Колян, хорошо, что я тебя увидел. Слушай, Колян, я с такой бабой познакомился. Хочешь, фотографию покажу? Давай, смотри. Саечка заиспуг. А сейчас эксклюзивный видеоматериал. Блондинка-самоубийца. А продолжит нашу программу суперэксклюзивный видеоматериал. Как проходит классическая русская пьянка? Итак, восемь часов вечера. Десять часов вечера. Полночь. Два часа ночи. Два часа ночи. Три часа ночи. Три часа двадцать минут. Ну где же вы, девчонки, девчонки, девчонки? Три часа двадцать одна минута. Семь часов утра. И, наконец, восемь часов утра. А мы вернёмся к вам после рекламной паузы. Новая услуга от российской милиции. Набери ноль-два. Ноль-два. И мы пришлём эти картинки на твой мобильный. Ноль-два. Новости культуры. Недавно в Москве открылся театр Пантомимы. Спонсором театра стала стоматологическая клиника «Ваши зубы в наших руках». Встречайте. Пантомима «Зубы». Акт первый. Нездоровые зубы. Акт второй. Зуб мудрости. Акт третий. Карис. Акт четвёртый. На приёме у стоматолога. Акт пятый. Фрагмент из биографии певца Шуры. И, наконец, сцена последняя. Цинга. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Затарновая компания. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ